Чайна Таун Чистая, чистая страна Чистый во всяком случае город Бангкок Привет, друзья! Мы приехали в Чайна Таун Бангкока Один из самых больших Чайна Таунов в мире Окей Я стала делать фото брелочков, а она говорит, нет, 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 никаких фото А почему? Интересно бы знать, а в чем проблема Причем это даже не вот эти вот бриллианты на выставке Это какие-то просто брелочки Она говорит, удали Я говорю, да я там еще не успела ничего сделать, чего там удалять-то Вот так нас встретил Чайна Таун 7-Eleven 7-Eleven Нам нужно что-нибудь? Винит Самсинг 7-Eleven Покажи Шоуми Зашли купить батарейку Шоуми сайс Вот такую вот надо батарейку ему купить, для фонарика Покажи Шоуми Я уж теперь боюсь Я уже боюсь, чтобы сделать видео Смотри Смотри какой утюжок, Дарлин Смотри на это Вот такой сувенирчик 500 бат 500 бат Ну какие тут товары есть Сушеные всякие фрукты Грибы видимо тут какие-то Девчата какие красивые Здесь золото Вот девочка симпатичная Прямо куколка А здесь еда Ой, какая популярная видимо здесь эта лавочка, смотрите И похоже среди китайцев она популярная Вот образцы того, что есть Яйца в пакетиках Там очень жарко Я еще не голодная, поэтому 90 бат два таких суши и еще что-то 105 бат Три Пельмешки прозрачных Я еще не голодная, чтобы проверить на себе Вкус Блюд Ройл Бангкок Чайна Таун Какие они стройненькие эти азиаточки Какие-то орешки Кофе? Здесь его тоже поняли, что он хочет американо с молоком Кофе-машин Кофе-машин Вот я говорю, не зря же я социофоб Вот эта женщина меня испугала Ройл Лайф, да Папу ничего не испугает А я пугливая Нравится мне вот эта привычка ходить со своими обедами Нравится мне вот эта привычка ходить со своими обедами Видимо, что-то очень вкусное и популярное А у тебя что тут? Триста двадцать, сто шестьдесят Триста двадцать, сто шестьдесят О Чайфрут Девчата, наверное, школьницы Интересный квартал А это все золото Тут одна цена в граммах Да Как? Пифти-бай 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 А зачем это нам? Нам вот красные конвертики для денежек Нет, нам не надо, не надо, да, не надо Взюми не закупишь саши Ну, после был ту-бай ол вот юси И не надо Сейчас он заткнет нос и убежит в припрыжку Уже заткнул нос, уже побежал Рыба Потому что Да, да Ничего уже особенного Не знаю, пробовать, не пробовать дуриан Я пока не готова Ну что, ну посмотрели немножко Чайна Таун Это Интересная Яркая улица Посмотрите, какая Спина красивая Что там нарисовано-то С таксистом ехали У него У него Такое интересное тату на шее было Мы говорим Что там написано Он говорит Имя отца Вот такой вот сын почтительный Это еда, да? Куда? 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 Ага Попробуем Это так, да? Ага Понятно Спасибо Не спайси? Не спайси А-а-а, это не перченая Сейчас Сейчас папа придет, мы посмотрим Я не голодная. Вот зазывают. Папа пошел в другую сторону. Рыба поехала в другую сторону. Такси здесь недорогие. Начался дождь, и мы решили ехать в нашу сторону. Ну да, такое ощущение. Я, правда, не была в Китае, но вот как вот по фильмам смотришь Китай. Или по блогерам. Теперь уже все по блогерам. Вот похоже. Я говорю, а ты не испугался ту леди, которая на меня накричала? И сказала, удали фото. Я говорю, это же всего лишь было одно крохотное видео. Мы когда работали в нашей деревне на секунде, на раскладушках, так сказать, кто нас только не снимал. Ну, конечно, тогда меньше было вот этого вот всего. Блогерства тогда тоже не было. Но даже приезжали вот какая-то киностудия. Они снимали фильм в нашей деревне. Кто-то должен был выпасть там с пятого этажа или с четвертого. Вот они там это все строили. Ну, а с ними была вся съемочная группа с этим каскадером там, с этими артистами. И они приходили у нас там кепочки покупали. Несколько дней они это снимали. Что-то еще там, не только выпадание из окна. Мы все в деревне ходили смотреть, как он из окна падает. А в итоге они потом сказали, что давайте там как-то вставим в свое кино, в их сериал. Они вставили как раз, что кто-то там из главных героев приходил, покупал у нас бейсболку. Мы не запрещали. Хотите, снимайте. Жалко, что ли. Что тут такого-то? Все уже, как мне пишут в комментариях. А что вы хотите? Вы вышли на просторы Ютуба. Будьте готовы ко всему. Вот то же самое. Вы вышли на просторы улицы. Будьте готовы ко всему. Ага, сейчас мы едем прямо, потом налево. Он помнит дорогу, говорит, ты увидишь. Вот. Да, ко всему. Даже дома надо быть ко всему готовым. То свет отключится, то газ, то еще что-нибудь. Зонтик такой позитивный. Снизу черный, а сверху в каких-то смешариках. Это странное здание. Оно же без окон. Это как бы декорации. Окна-то не открываются. Тут даже три таких длинных здания. Может, окна во двор. Непонятно. The Old Seam Plaza. Да. Вот. Продажа лотерейных билетов. Что это, пластик, дарлинг? Здесь пластик. Мой, мэйбиф, соп? Мэйбиф, соп? Здесь соп? А, смотри, соп. Одна штука 45 рупий. 5 штук 200 рупий. А, как вкусно пахнет. Ой, очень вкусно пахнет. Здоровская. И бананами, наверное, тоже отдушка. И манго. Ой, смотри, папа, сиськи, сиськи. Чего ты засмущался-то? Папа, шай. Ага. А вон вообще. Вон вообще. Чего ты нервничаешь? Нет, нет, нам не надо, не надо. Пойдем дома. Не надо. Пойдем дома. Ой, папа. Все, мы наелись. Мы напились. Да, water все время нет. Да, still need one liter, I think. В общем, нам рикши не нравятся, потому что они, допустим, то, что на такси... На такси 100 рупий стоит, они 300 просят. Синтетическое. Синтетическое. Все равно носить не будешь. 200 процентов. Кстати, он на рикши ехал и кепочку потерял, ему ветром снесло. 20 бат. Бутылка. Смотри, какие штанишки. А вот это вот, из этого, hello. Из этого у меня была блузочка. Вот такой вот, мне очень нравится. Она, кстати, у меня есть. Ага. Да, thank you. Она у меня есть. Я ее, не знаю, взяла ли с собой. Ну, вот это вот нам нравится, ресторанчик. Good morning. Все хорошо, у них вкусненько. Цена соответствует качеству, а качество цене... В общем, средняя цена и неплохое качество. А это тревел, агентство Mama Travel. Здесь мы покупали, он покупал билетик на этот плавающий маркет. На маркет с поездом. И завтра мы уезжаем в Камбоджу. Тоже от этого мы покупали билет. Восемь утра, говорит, приходите сюда. Откуда их тут так много? Вот прямо идет караван. Вдруг машин собрался. Все, друзья, всех обнимаю, всех люблю. Всем всего наилучшего, счастья вам и здоровья. Берегите себя, берегите друг друга. Всем пока-пока. Привет, друзья. У нас прощальный вечер. Hello, hello. Вот это наш любимый массажный салон теперь, потому что мы рядом с нашим отелем. Мы завтра утром уезжаем, и сегодня у нас просто прогулочка вечерняя, ужин. И везде девочки-массажистки, ну и ребятки. Господи, они такие стройные, даже взрослые, очень взрослые, такие прямо куколки. И вот свернули прямо с основной улочки. Здесь вообще тишина, затишье. Тихое место. Но здесь тоже массажный салон. Хочешь, да? Ну давай, пойдем еще раз на массаж. Перед отъездом. Завтра нам уезжать. По чуть-чуть, по полчасика. Окей, окей. Вымыть ноги вначале. Окей, окей. Спасибо, Теньки. Спасибо. Столько всяких тут злачных заведений, но все на главной дороге там. Все клиенты. Смотри. Ага. Кришна. Ой-ой-ой. Здесь тишот. Это футболочки с котятками. Ой-ой-ой. Одна штучка 380, 2 700, а 3 тысячи. Но это в батах. Баты, баты. Ой, какую мы улицу нашли. Темную. Ну, наверное, потому что уже закат. А, и везде опять. Добрый вечер. И везде опять массажные салоны. Что-то они, да, здесь какое-то обучение прошли, похлопали. И тут тоже массажный салон. Ну, я, да, не ожидала, что, конечно, в три ночи такой ажиотаж. Ну, ну, он ли банана? Банана? Да? Можно? Спасибо. Саши ищет где-нибудь кофе, чтобы просто приземлиться и съесть наш панкейк. Закажет кофе. Угу. Я, говорит, тебя приведу в отель за три минуты. Ну, давай. Даже за две, говорит. Ну, если мы будем так бежать, вот так вот, то, может, даже за одну. В две минуты. Это наш длинный салон. А, а где собачка? Это лондрия, где мы стирали, отдавали в стирку. Да, да, все, поняла. Ага, а вон собачка. Даже две. И вот тут дорога к нашему отелю. Да. А у них нет такого количества посетителей, как на главной дороге. Пустует. Ну да. За две минуты. Отлично, молодец. Ну, в семь вечера, конечно, еще ночная жизнь не начинается. А я практически уже спать хочу. Всех обнимаю, всех люблю. Завтра утром мы едем в Камоджо. Всем гуднайт. Гуднайт, фоеврибаде. Хороший отель, нам понравился, да. И мне очень понравился. Да. Наша карта что-то деактивировалась. Саша пошел узнать, что такое, почему нас не пускают в нашу комнату. Иногда бывает, что вот... Что ты выселяешься на следующий день, и они тебе уже отключают. А может, рядом, как говорят, находится рядом с мобильным и сама деактивируется. Не знаю. Девчонки такие веселые. Тут так сейчас выходили весело с песнями. Увидели меня, застеснялись, перестали петь. Вот, ну ладно, все. Давайте, всем пока.